Есть представители разошлой общественных организаций, в которых наш город Железнодорожник, в городе создано общественное движение, наш город Железнодорожник. В эту организацию входит любой, любой желающий может туда вступить. Я после вам скажу, что у нас целью этой организации является борьба с коррупцией. То, что мы здесь собрались. Детский сад – это одно из проявлений коррупции. Коррупционеры строят домы, отстает инфраструктура. Год назад прошел подобный митинг. Были написаны письма Громову, были написаны письма Жиркову. Ответа нет. И не будет ответа на это же письмо, которое мы сегодня составим и пошлем. Вспоминали роддом. Мало кто знает, что роддом снесен по указу мэра, что на месте роддома построено скопой дом живой. Конкурс был проведен незаконно. Объявление о конкурсе скопа – это письма, принадлежащая мэру. Давайте в рамках разработать это. Это и есть в рамках. Я зачитываю просто, чтобы не быть голословным, я зачитаю интервью нескольких матерей, которые в газете «Городской области» 19 сентября 2008 года. Женщины готовятся рожать. Как они рожают? Пишет Виктория Макеева. Мы с мужем ждем второго ребенка. Рожать действительно нет. Балашир влюберцы не принимают. В Раменском мы слышали, роддом сгорел. В Рео это роддом тоже переполнен и вот-вот закроется. Слава Богу, у нас есть знакомые, которые помогут устроиться в Москве. Скорее всего, рожать будем в институте гинекологии на Каширке. От знакомых знаем, что женщины со схватками сидят в машинах под окнами роддомов. Ждут, когда освободится место. Такая участь нас не устраивает. Страшно за себя и за ребенка. Второе интервью. Олеся Мрачковских в этой же газете. Очень плохо, что в таком большом городе нет ЗАГСа и роддома. Зато строят новые дома, которые заселяются молодыми семьями. Я надеюсь, что перитональный центр в Балашихе откроется. Мне тут подсказали, что сейчас он открылся. Повторяю, это газета. Восьмого года. Детям по три года сейчас этим. Так делится, молодая мать делится опытом, как надо рожать. Придется воспользоваться пиратским способом. Как это делается? Как только начинаются схватки, заходишь в любой понравившийся роддом в Москве, объясняешь, что до дома далеко, а в этом районе оказалось случайно, проезжало мимо. Выгонять при схватках никто не будет. Мы боимся не поехать в пробку, до роддомов выходить здесь рожать. Я об этом и говорю, что 6-7 лет в городе нет роддома. И мы пишем письма, и сейчас мы напишем очередное письмо. Плевать хотели власти на эти проблемы. С полномочиями по делам, по правам человека здесь, и полными остатками мы будем отправить.